всем привет и приключения продолжаются после нескольких дней стоянки на горе харбас мы с другом на двух машинах отправились на плато конжол а потом я внезапно оказался на былымском озере где познакомился с очень интересными прекрасный план прикольно вот встретились называется до калифорния в тюме было старая штукатурка начала окно отвалилось и дима погнал туда нового короче короче правильно сразу видно правильно она просто в германию сразу просят аппарат вот это видишь тебя короче облака ниже тебя начинают образовывать ты сам это видишь прямо сейчас их только что не было прикол что ты когда летаешь всю практику облака над тобой всегда над тобой да тут разрыв шаблон это когда ты теряешь все ты даже не понимаешь ты поворачиваешь сейчас или не поворачиваешь ты ты свое крыло вот если ты его видишь только на половину а я до него всего несколько метров если кто-то летит рядом ты его ты его да ты его увидишь ну то есть все если ты его увидел значит это уже беда значит столкнется смотри ты вылетаешь такой камера запотела все мокрая стартовали мы где-то вот там вот вот вообще там ниже плинтуса вон там где-то вообще такой все объемные фоточку димасик покажи вот 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 я а это снимает лёха там такой нет стенка вертикальная то есть это просто буквально от нашей машины буквально там не знают какие-нибудь 150 метров вот там какой-то фестиваль свободного полета там очень много народу очень много туристов которых но вот мы катая там коммерческие тандем щеки прекрасный вечер он будет стоит на горе и иду за таксами а то без них как-то не настолько весело рядом рядом территория не наша собачки бабочки смотри кто пришел слышу вот это может собака там живет там живет кашу люди или собака уже не одну всегда приятно встретить увлеченных людей с которых на одной волне да когда путешествуешь вещей с собой очень много да никуда не денешься машка и конечно у нас еще забеговела и слева на каждого взяли взяли с собой как это все в калифорнию влезает короче так нельзя сто процентов я все понимаю но мы еще по 7 раз наш в городе доезжаем до города где нам жить там не рабочую неделю вот этот белый друг это наш самый лучший друг на свете вообще вот да 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 вот они лучшие друзья вот мы топаем домой очень классно пообщались с ребятами никаких конкретных планов на завтра ни у кого нет так что скорее всего будем носить здесь притопали собаки давайте заходим знаю что ничего не видно то слышите сова за окном кричит ухает громко так в общем пора спать господи какой же дикий кайф мой сегодняшний вкусный завтрак когда-то уже проснулись давно я сегодня встал поздно количество людей с противоположного берега вот что они все там собрались в одном месте муравейник а мы тут стоим в гордом одиночестве две машины обалдеть ребята спасибо за подарок ты вниз вниз кто-то или вы оба наверх хотите какой красивые автомобили О, насачки нашел. Слушай, а вот это вот коврик заводской или нет? Нет, это вот эво-коврики. Ты любую грязь на ногах, там, не на ногах туда занес. Мы вот босиком там ходим, да? И она просто в сотах оседает, и ты ее больше... Ну, понятно, не разносишь, да. А, у меня по-другому было, да, вот под сиденьями есть один для хранения. Ну что, очень-очень удобно. Кровать, да, по-другому, конечно, раскладывается у нас. У нас другой совсем был диван. Ну, кровать, вот, кстати, до потолка у вас сильно выше, получается, чем в нашей Калифорнии. То есть, места меньше остается между кроватью и потолком. У нас она была где-то вот, не знаю, вот, наверное, примерно вот на этом уровне кровать. То есть, вот подстаканник вот этот вот. И, наверное, даже вот здесь вот у нас начиналась вот эта вот подушка. То есть, она была сильно ниже. Значит, у вас задняя полка ниже была. Задняя полка ниже, да. Ну, она, в принципе, крыша примерно так же. Ну, да, у меня так же, да. И дальше они тебе помогают. А, ну, там еще и дело тяжелое, но, короче. Ну, вот, получается, стоять можно в полный рост. Да, места над головой еще очень много. Ну, тут больше, там меньше. Я вот не помню, какая высота у машины с поднятой крышей, но что-то, по-моему, в районе двух с половиной. Нет, даже два шестьдесят у нее. Диодные светильнички сделали. Классно. А, вот эти вот по-другому, получается, все у нас от этого не было. Ну, видимо, из-за того, что гидравлика и привод. Да, 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 у нас-то ручной. А, это вот фиксаторы крыши, получается, да? Вот фиксаторы, а это страховка на случай, если они выходят из строя. Да, понятно, классно. Прикуриватель, свет, да? Ну, тут прикуриватель, по-моему, 10, что ли, что-то очень много во всех. Ты можешь еще нажимать, вот так вот держать. А, и он, получается, несколько режимов, вот ярче-ярче разгорается. Причем? Очень интересно. Да, у меня такого всего. Вот, вот на пружинке здесь, посмотри. Вот, про который я говорил, улик осторожный. Вот, вот второй этаж, получается, активно эксплуатируется. Мы сюда вообще ни разу не залезали. А, интересная какая тема. Да. То есть она одна прожимается? Ну, когда лежишь, может, так мягче, не знаю. Ну, понятно, у нас просто вот рейки были. Они вместо рейки, да, конструктив вообще изменили. Я наверх. Наверх? Ну, давай, заканчивай. Я сама! А, сама. О-хо-хо-хо. Я могу залезть. Не торопись, Уля. Опа. Низы. Слушай, а палатку можно вот переднюю часть открыть? Да, она дважды открывается. Ага, ну, вот у меня вот эти вот окна были спереди и по бокам. Вот, оконки маленькие. Вот, сейчас переключусь. Ага. Бомбически. Да, слушай, вот на кровати я сидел в полной роста. А здесь, да, получается, конечно, места меньше. Ну, у нас вот здесь место. Хопа. А, ну, удобно, да, тоже. И... Опа. Счастья сколько. Слушай, супер. Так, ну, давайте я тут к вам тоже залезу. Да, это Калифорния. Обалдеть. Слушайте, конечно, вот без одной стенки прям вообще ощущения совершенно другие. И сразу как просторы. В общем, сами видите. То, что стоишь как на балконе, на веранде, наслаждаешься тем, что происходит вокруг. Блин, реально мало какой автомобиль можешь такое предложить. Мы же с вами садились, тоже фотались. А, типа как на лобовой стекло. То, что они с палаткой вот эту вот доработку сделали, это, конечно, обалденная вещь. Вот для инстаграмных фоточек самое оно. Распахиваешь заднюю дверь. И с нами, видите, бомбический. Класс. А сзади в двери тоже светильнички вот это вот? Они очень практичные, когда ты открываешь заднюю дверь. Она же здоровенная дверь. Да. И освещают довольно далеко территорию около машины они. Угу. Вот. Вот это очень удобно. Паярчик сделал. Торки. Везде, да. Везде включая лобовое стекло. А сейчас они тоже роликами. Угу. Вот, да. Все более современно сделано. А вот эти вот примерно такие же были. То есть они с металлической дугой внутри, как палаточный, их ставишь в распор между резинкой и самой дверью. Такие вот шторки. В том числе и на сдвижной двери. Очень интересно. Закрывается сам дверной проем, да. При помощи шторки. А не окно на двери. Сзади термальные, да, стекла? Двойные стеклопакеты? Да, и вот эти вот тоже двойные. Да, обалденно. А передние тоже двойные? Да ладно. То есть ты смотришь на каравель, реально в два раза тоньше стекло. Ничего себе. Двойные, вот это просто здоровенно толстые. Одинарные, но очень толстые. Да, а вот сзади вот это вот все идет видно по цвету. Это тоже какая-то опция, типа какая-то silence плюс. В общем, чтобы потише, чтобы аэродинамических шумов поменьше было. Толщина стекла на Калифорнии. Прикуриватель добавили сбоку, а это USB-шки даже, да? Это USB-шки, да, вот здесь 220, но наверное у тебя тоже было, ну там под этим топором. У меня 220 было на стойке на водительской, по-другому чуть-чуть. Все прям очень красиво. Приборка электронная, да? Это моя мечта была, я вот хипсер, я хочу, чтобы карту вывести там на весь экран. То есть ты можешь эту карту переключать между здесь и здесь. Ну а вот этот вот экран покажешь, у нас такая допотопная панелька была. Могите! То есть он показывает напряжение, сколько расход сейчас, да? Да. Вот, ну и вот тут, когда зарядено, как у тебя минус, будет плюс, и вот 80 я видел здесь. Ампер, да, зарядка? Да. Будем как красиво. Вот, ты можешь так делать. Обогрев. Вот эта штучка, которая у тебя пузырек, тут электронный. Можно, да? Да, он сейчас не покажет, потому что надо завести. А, завести. Улик, я спустил? Я сама. Получается, управление печкой, кемпинг, это крыша, да, наверное? Кемпинг, это вот, как бы ты настраиваешь, чтобы он лишний раз лапочки не забегал, когда двери отрываются. Макс, чардж, это... Оборот, обороты чуть повыше держит, чтобы... А, побыстрее зарядились, блин, как интересно. Уровень смотрели, будильник и таймер, да? Ну вот печка, самое главное, вот, что мы каждый день используем. И каждый мой. Свет. Свет, вот, все, что ты... Sunrise, это, конечно, прикол. Рассвет, типа, да, там, плавно зарык. Да, 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 чтобы ты постепенно привыкал. Просыпаться будем. Вот, и вот эта штука, откуда ты можешь всеми лампочками управлять. Включая... Яркостью, да? Слушай, обалдеть, да, 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 вон светильник. Сейчас, добавлю, беру, то есть тут, ну, плавно, в общем. Круто. Да, вот, один раз нажимаешь, ее гасишь, там, или включаешь. Ну, как-то тут... Ну, понятно. Что-то сделано чересчур сложно. Вот, вот. Слушайте. Угарелка. Ага. Ну, да, да, да. Ну, и, пожалуй, тут что-то я даже уже... Папа, я даю руку. Я даю руку. Не знаю, тут есть русские? Русские не дают, да? Нет, русские не дают. Ну, спасибо, что не... Ну, да, они немецкие. Не немецкие, да. Уведомления, яркость экрана. Ну, в общем, да, уже стоит планшетик и прям смотрится очень классно. Нажатие тут на другое. Без нажатия ты не сможешь печку запустить. Если ты хочешь запустить печку, тебя принудят в один момент это сделать. А, нажмите, типа... Допустим, вот так вот. Вот он говорит activate, но тебе все равно придется нажать. Ага, понятно, да. Только потом там ты вот загорается эта штучка. Завер лампочка, да. Да, выбираешь температуру условную. Угу, угу. У нас так же было на старом украничке. Печка заработала. Вот здесь вот дефлекторы, получается, уже начинают дуть теплым воздухом. Ну, да, один салон, а второй как бы подогревает пассажира больше. Да. Ну, да, ремешок. А вот сама крыша туго? О-о-о! Да, 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 да. То есть вначале сдвинуть. Вот, отпускаю. Угу, угу. А поперечины, вот, полозья для багажника вообще на такой крыше имеются? Можно размещать, да, багажник с вещами? Обалдеть. Ты тут не знал. Думал, что раз она на газлифтах, то они не выдержат вес. Очень классный конструктив. Все продумано. Немцы, конечно. Ребята заказывали машину с дополнительной печкой, которая должна была быть вот в этой вот нише. Но почему-то, да. Очень интересное решение. То есть отсюда каким-то образом выдвигалась, вытаскивалась газовая плитка. Вот так вот вверх вытаскивается и такая... Заводская, соответственно. Вот, но почему-то что-то дилер накосячил, и в итоге она пришла без вот этой вот газовой плитки, к сожалению. То есть здесь вот кармашки для вещей, куда очень много всего улезает, того, что должно быть под рукой. Конечно, вот все вот эти вот крючки в салоне, они вот тоже очень-очень здорово выручали. Визуально. Визуально светильник такой же, а на самом деле у меня была кнопка с фиксацией, а здесь без. То есть они часто управляются, получается, уже электроникой. А корпус прям один, ну да. Иначе с центрального блока не сможешь их включить. А так вообще визуально вот прям корпуса одинаковые. И надо, чтобы она нормально летела по вот каменистой дороге, чтобы она летела и нам было нормально, комфортно. Сейчас она страдает, просится домой в Германию. Ну да, машина для хорошего асфальта, конечно, пневмоподвеска в этом плане должна, должна помочь. Да, надеемся, что... Ребята летают на парапланах, соответственно, стартуют порой из труднодоступных мест и забирать их надо оттуда же. Поэтому машина должна соответствовать. А в целом, конечно, автодомик просто потрясающий. Даже он для большой семьи все прекрасно помещаются. Я делал такой эксперимент. Он сам получился. Когда ты вывешиваешь машину по диагонали вот в мокрые какие-то условия, и уже не помогают имитации. Просто кнопочку пик, блокировка. И поехал. Вот это вот, да, блокировка. Блокировка заднего дифа. Вон она. И это прям для Калифорнии, что называется, опция, которая должна быть обязательно... Должна, я тоже так считаю. ...очень повышает проходимость мультивэна в сложных местах. То есть машина едет, пока позволяет геометрия, пока она не начнет цеплять бамперами либо днищем. Идем смотреть багажное отделение в Калифорнии. Ага. Железо изуродовано. Железо само вырывает резину. Да, да, да. Я их, по-моему, снимал у себя. На заднем бампере точно. Сзади вот тут стулья хранятся. Специальный отсек для них. Что-то стандартно для Калифорнии. Добавились светильники, освещающие уличную зону. Очень удобно. Да, вот здесь включаются. Ага. Да, ночью, конечно, прям супер. Ну и смотрятся так очень органично вписались в обшивку. И вот какая полка интересная. Полка... Ну, если матрас убрать... А, матрас тоже заводской у вас, да? Да, заводская. Мне было интересно. Вон сиденье. Вот, и здесь что можно сделать? Можно вот эту опустить вниз, а вот эту поднять. Вот эту опускается так, что она становится в один угол с креслом. И, получается, нисколько не занимает. Ага. Вот, а эту штуку, соответственно, тут тоже можно понять. Она там фиксируется. Да, интересная такая полка. Получается вообще плоская, если тебе не надо. То есть у тебя получается полноценный багажник в машине с сиденьями, отодвинутыми назад. Да, можно это двинуть прямо до задней. Угу. Потому что по рельсам ездят. Класс. Вот, ну и вот... Мне очень-очень интересный конструктив. А к полу, как полка вот эта крепится? Она там просто стоит или где-то... Вот тут барышки. Ну, а она по тем же рельсам ездит, что и диван. Но ее можно полностью снять. Да, открутил барыш. Да, можно назад, вперед. Можно вот простое движение. Вот так раз. Да, да. Нажал. Куда тебе надо, ты... Вот. Ага. И все. Ну, она как бы... Все понятно, понятно, здорово. И закрутил. Зафиксировал. Но места вообще для хранения тут сильно больше, чем вот у нас за счет отсутствия вот этого модуля. Высоты получается больше по вертикали. И вот ширина тут прям кажется действительно очень-очень много вещей. Как бы у нас вот тот ящик вот отсюда не видно особо. Это то самое грузинское вино, про которое я тебе рассказывал. Ага, да, да. Классно. Здесь все... В этом ящике все не нужно. Автомобильное там какое-то. Ну, что подальше должно храниться. Подвал. Это ящик с детскими игрушками со всеми. Потому что мы как уехали весной. Это наша жизнь, короче. Ну, понятно. Игрушки нужны. Конечно. Они не прямо каждой там остановку нужны. Поэтому они дальше стоят. Но вот получается, что приходится туда не просто периодически залезать. Я теперь понимаю, на видео иногда смотришь у кемперов, что когда друг другу показывают машину. Ну, давай мы сначала уберемся, потом приходи и завтра, короче. Приходи, завтра мы тут уберемся. И сейчас я вот это все бардак этот показываю. Мне тоже сразу хочется сказать, приходи завтра. Ой, тема, да. Не, ну это как бы реально вот машина, в которой живут долгое время, которая используется по назначению. Извини, тут идеально как бы, как вот в инстаграммных всех этих фотографиях для выставки. там одинокий чайник посреди пустого салона, там и девочка на кровати лежит. Такого не будет. Это именно жизнь. Это реальность. Если вдвоем еще можно там девочку и чайник, а если еще двое детей. Да, тут точно. Два Крокса нашлись, кстати. Потеряли, вот. Потеряли, да, нашлись в багажнике. Вот так уже лучше. Стоп, стоп. О, о, смотри. Слушай, ну прям вообще, да. Все, на выставку? В инстаграм выкладывай скорее. Параплан. Мешок с парапланом. Да, вот у нас вот здесь. Ну не такой уж он большой. Все, лететь можно. Смотри, небо открыто. Будете взлетать? Распогодилось. В общем, жизнь налаживается. В общем, как в речке налаживается. Иду, 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 иду в город. Пора лететь. Ребята пошли думать над планом полета. А время уходит, погода уходит. И просто... Пипец. Спасибо. Вот. Застряли. Мы, короче, съезжали-съезжали в овраг, чтобы от людей там подальше, чтобы никто нас не видел. Вот. И я не заметил потом, блин, то есть зеленая трава, все хорошо. И ты едешь, едешь, берешь, и можешь ехать. Так, 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 дальше не поедет. Назад. Все закапывается. Мы, короче, слава богу, это кемпер. Мы там поспали. И, в общем, каким-то правдами-неправдами нам помог брат Лехи. Попросил своего знакомого, чтобы тот приехал на УАЗики. Вытащил нас. Блин, она тяжелая. Я понял, что УАЗик уже не едет. Ну. Мы пока вытаскивали Калифорнию, сломали УАЗик. Но она тяжелая, реально, если особенно застряла. Калифорни везли УАЗик обратно в сервис, короче, сэкономили время. И после того, как вернулись назад. Угу. С УАЗиком на прицепе. Ну, зато он. Первый день, первый день. Какие воспоминания. А братышку не думал поставить? Да все говорят, что надо поставить. 235-55, ну, да, стандартный его размер 17-й. Вот, все говорят, что можно не 55-ю, а ставить 65-ю на те же диски и будет все влазить. Ну, вот у меня, так сказали, 235-65, и она прям вот впритык ничего не цепляет. Вот он, параплан, сколько места занимает. А это он в чехле у вас получается, да, сейчас? То есть тут весь набор, который необходим, чтобы взлететь, да? Да, тут подвеска, в ней запаска. Вот, вот, в три раза сложенный параплан. Угу. Да. Не так уж много. А, ну и шлем у меня снаружи пристегивается, каще мне шило. Вот, вот мой шлем. Угу. Вот, я его просто сверху сейчас пристегну и не пойду. Так, отправишься, понятно. Стой! У нас, конечно, не такой матерый дроник. Ребята на дроне решили слетать на разведку, глянуть, что там с дорогой дальше по ущелью. О, что там красиво. Так вот видно, бликует. Ну да, 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 дорожка. А тебе важно, есть ли перепад высоты, да? Ну да, чтобы вверх-вниз не ходить, было бы здорово траверсом обойти. На гору. Ну что, побежал? Удачи. Леху догонять побежал. А, он же стартанул, что ли? Ну тогда кричите в рацию, как что. Ага. Сижу за ноутбуком и даже не заметил, как вдруг поменялась погода на улице. Эхоу, ну что погода? Не очень летная? Нормально. Прогулялись? В дом походил нормально. Ну, нежняк. А что по Куркозеру прошли маршруты? А сколько прошли? Ну там четыре с половиной там и примерно четыре с половиной там. Ну вот, то есть, считай, девять километров почти. Слышь, город. Вот, видишь, мы даже... О, господи. Да, волкодавр вообще. Вот скальная вот эта вот сюда. Да, да, да. И вот мы слива от него седла вилка. Вот она не седла. Ну, я вот не видел, чтобы на гору поднимались. Обалдеет. Ну, нормально, мы прошлись. Ребята полетать не полетали, но погуляли сегодня просто знатно. Как вот это вот все помещается в Калифорнию. Еще пять человек при этом. Да. Можно как бы думать, что дети не люди, они с там малыми. Да, если бы у них столько висей с собой. Да, кресла, ну, у них плечи у этих кресел больше, чем у меня. Мы тоже, я тоже лично за аскетичность, но я забыл, что хотел сказать. Гриль это аскетично. Мы, наверное, половину еды за эти четыре месяца на нем приготовили. Потому что быстро, здоровая и вкусная. Да. Это пуратская сочетание. Сейчас я вот грибочек переверну, если с него капнет, там капец начинает. А вы садиться будете? Обязательно. Таксики сидят уже? Нет, мы не сидят. Таксики пока тешатся, в них надежда, что их покормят. Голодные собаки. Они не отчаялись. Счетные, да. О, Ульяна уснула. Меня будут к палатку относить. Так, притопали мы с песиками домой. Такс, такс, такс. Голодные, наверное, собаки. Вкусняшки будете? Ой, ребят, как же тут красиво, когда солнышко выглядывает. Но вот, к сожалению, за третий день стоянки здесь оно это делает в первый раз. А место просто потрясное. Доброе утро. Костя с Ульяной пришли посмотреть на утреннюю кормежку голодных собак. Вот, держишь. Видя, видя. У каждого кусочек выпало. Я думаю, папа сказал, что подумает. Поедем мы или не поедем. Ну, да, но я хочу еще где-нибудь встретить. Да, встретимся обязательно. Конечно, встретимся, ребят. С собачками. Все вместе? Да. Ну, надо подумать. Надо с папой, с мамой поговорить. Спросить, как они, куда едут. Давайте к ним вместе пойдем и спросим, что они делать собираются. Утренние сборы. Шелка закрылась. О-о-о-о-о-о. Вот это вещей у вас. Ну вот, когда мы лет без лёхи, дети как-то забирались еще в багажник и еще там могли посунуть. Рейсей много. Калифорния молодец, что все это таскает. Не закрывается? О. Ну что, я пассажира гружу. Слишком сильно сопротивляется. Класс. Пассажира я спитываю. Пассажира. Давай, где перейдем. Да там, это, там ниша-то большая подтикну. О, красота прям. Четко зашло. Ну все, увидимся. Счастливо. Хорошей дороги. Ребята, поехали дальше. Ну и вообще, я тоже завел вебасту. Сейчас на меня двигатель погреет. И думаю, скататься куда-нибудь в ту сторону, посмотреть, что там за дорога. ПЕЧАЛЬНАЯ МАРИЯ. Нажимайте. Пока. – Султан.